Куда? Домой, Паша, домой. Ложите! Что это было, Паша? Не знаю. К детективам обратился бизнесмен Борис Воролов, владелец сети автозаправочных станций. Несколько дней назад на него было совершено покушение. Представляете, прямо у входа в офис. А если завтра ко мне в кабинет заявится? Или домой? Борис Иванович, вы присядьте, успокойтесь. Выпейте, он, Наташа, вам чайку с ромашкой сделала. Да какой чаек? Вы издеваетесь? Я не издеваюсь. Я просто хочу, чтобы вы сейчас успокоились, взяли себя в руки и рассказали нам все по порядку. В полицию вы уже обратились? Само собой. Мне сказали, что пистолет был ненастоящий, травматический. Но мне от этого не легче. А машину вычислили? Нет. Нет. Номер был грязью заляпан. Цвет, марка. Таких машин миллион. А кто в машине сидел, не разглядели? Нет. Борис Иванович, ну, если вы не хотите выпить чай, давайте тогда подойдем к вашему офису, и вы на месте покажете, как все было. Значит, поможете? Мы попробуем. Детектив Алексей Насонов и его новый клиент приехали к офису Фролова, где было совершено нападение. Это Паша Горюнов, мой водитель. Привет. Паша, иди чайку попей, ты мне пока не нужен. Представляете, прикрыл меня. А если бы пистолет боевой был, я ему очень благодарен. Минут. Номер незнакомый. Слушаю. Костя? На громкую. Да, узнал. За тобой должок. Или ты забыл уже? Что ты от меня хочешь? Денег? Ха. Поздно ты, Борис, похватился. Поговорить с тобой хочу. Сегодня в четыре часа в парке на строительной. Идет. Зачем в парке? Приезжай ко мне в офис. Да нет. Разговор у нас с тобой конфиденциальный. Не хочу, чтобы секретарша твоя за дверью подслушивала. Хорошо. Я приду. Вот и договорились. Только слышь, приходи один. Не нужны нам лишние уши. Кто это? Идемте, я вам все расскажу. Это Костя Гаврилин. Мы с ним в одном дворе росли. Я после школы на экономический пошел. И он тоже. Я кредит взял, свое дело открыл. И он следом. Привык все за мной повторять. Так значит, вы вдвоем занимаетесь автозаправками? Да, только у меня дело сразу пошло. А он как ни пыжился, ничего не получалось. Кредит не отдал. В новые долги влез. Кончилось тем, что пришел ко мне денег просить. Борь, выручаю. На тебя одна надежда. Что? В банках твоя рожа примелькалась уже? Кредитов не дают. Сразу в шею гонят. Все банки в городе обошел. Без полезня. Ну и сколько же тебе надо? Вот я тут все рассчитал. Ого. И что ты будешь с такими деньгами делать? Ну, с долгами расплачусь. Бизнес налажу. А через год все тебе верну. Ну, до копеечки, честное слово. Хрен тебе, а не деньги. Ничего ты не наладишь. Я твою ситуацию знаю. Бизнесмен из тебя никакой. Ну, у тебя аж получилось. Что, я глупее, чем ты, что ли? Глупее, Костя. Глупее. Не твое это, пойми. Надо было своим путем идти. А не с меня обезьянничать. Значит, ни копейки не дашь. Взаймы нет. Если хочешь, я у тебя за эту сумму весь твой бизнес выкуплю. Даже накину еще процентов 10. Как раз хватит. С долгами расплатиться. И кое-что на жизнь останется. На первое время. Продать бизнес? Ну, мне же не 20 лет. Ну, тебе даже не 30. Ну, сначала все начинаешь, что ли? Борь. Ну, это уж ты сам смотри. Но я ведь передумать могу. Так что, соображай быстрее. Не думал, что вы так со мной. Ведь мы же друзья. Были. И чем же все закончилось? Через неделю он снова пришел. Сказал, что согласен. Подписали договор. Я купил у него все автозаправки. Заплатил, как условились. А он? Ну, кое-как расплатился со своими долгами. Продал квартиру. И в деревню уехал. К родителям. Сказал, что не хочет больше здесь оставаться. И с тех пор вы его больше не видели? Ни разу. Он, когда уезжал, прямо волком на меня смотрел. А разве я виноват? Я же для его пользы. Эти заправки убыточные. Их никто, кроме меня, по такой цене бы не купил. Неужели это он стрелял? Столько лет прошло. Может, мне с ним не встречаться? Мало ли. Да нет, нет. На встречу надо обязательно идти. Вы не переживайте. Мы рядом будем. Ну, в общем, Фролов уверен, что появление этого друга и выстрел из машины – звенья одной цепи. Но как это может быть связано? Ты не понимаешь? Гаврилин решил отомстить. Но сразу у него это сделать не получилось. Вот он и заманивает теперь Фролова в ловушку туда, где никто не помешает с ним расправиться. Ну да, парк настроительный, а от окраина города людей там мало. Только мне кажется, что Фролов что-то не договаривает. По его рассказам, он какой-то слишком уж белый и пушистый. Ну, давайте по базам проверим. Да нет, в базах ты ничего не найдешь. Там нет условий сделки. Смотрите, я выяснил, что два года назад Фролов уволил главного бухгалтера. Зовут ее Людмила Орехова. Координаты имеются. Ну, а кто, как не бухгалтер, знает всю финансовую составляющую фирму? Ну да, а бухгалтер, обиженный на прошлого работодателя, вдвойне ценный источник информации. Все правильно, тебе и карта в руки. Угу, намек понят. Наташа, это не намек, это прямой приказ. И учти, что до встречи Фролова с Гаврильным осталось всего три часа. А, иду. Наташа созвонилась с Людмилой Ореховой и договорилась с ней о встрече. То есть? Я ведь сравнила реальную стоимость этих заправок с тем, что было заплачено по факту. И представляете, разница практически 60%. Насколько он Гавринина-то нагрел? Но ведь заправки были убыточные. Так это ничего не значит. Мы ведь с вами говорим о реальной стоимости, оборудовании, сооружении. А Гаврилин, он просто не умел наладить дело. А Фролов? А Фролов? Фролов сделал так, что буквально через два месяца они уже начали доход приносить. Как бизнесмен он, он, конечно, молодец. Но вот как человек... Бухгалтер действительно очень сильно обижен на Фролова. Она даже разрешила мне отксерокопировать некоторые документы. Вот здесь вся правда о сделке Гаврилина и Фролова. Ну да. На самом деле похоже на надувательство. Но Гаврилин же сам все подписал. Значит, действий Фролову никакого состава преступления нет. Ну да. Зря Гаврилин поторопился с продажей. Вот что непонятно. Эта история с заправками произошла несколько лет назад. Почему Гаврилин только сейчас опомнился и начал мстить? Ну а может быть он отсидел? Ну сам подумай. Остался без работы, деньги закончились, совершил преступление, попал в тюрьму. Ну а там было время посидеть и подумать. Вот он решил, что жизнь ему сломал Фролов. Вышел на свободу, ну и решил ему отомстить. Да ладно, Наташа, не фантазируй. Мы проверили Гаврилину. Ни в одной базе он нет. Не сидел, не судим, не значится, не состоял. Да, но это не значит, что он не стал преступником. Ну конечно не значит. Да, Борис Иванович. Да, вы не переживайте. Да, конечно. Идите совершенно спокойно. До встречи. Он сделал это актом устрашения, но Фролов уверен, что на него идет охота. Через несколько дней Фролову позвонил его бывший приятель Константин Гаврилин, которого Борис когда-то обманул, купив у него бизнес по заведомо заниженной цене. Фролов полагает, что именно Гаврилин стоит за покушением. Фролов оставил водителя Павла в машине неподалеку от входа в парк и пришел на место встречи с Гаврилиным пешком. Детективы не спускали с него глаз. Ну здравствуй, Боря. Не ожидал. Вот и свиделись. Ты чего? Что я тебе сделал? А ты не помнишь? А я вот все помню. Смотрю ты в шоколаде, а я вот видишь как. Я не виноват. Я, если хочешь, я помогу, денег дам. Деньги меня не спасут. Не затем я приехал, Боря. Не затем. Он меня убьет! Телохранитель меня обзавелся. Как был трусом, так трусом и помрешь. Здравствуйте. Я, честно, таких мне Алексей зовут. Гаврилин Константин Георгиевич. Что, струхнул? Да ладно, не боись, не трону я тебя. Лет пять назад морду хотел тебя расквасить. А потом понял, если бы не ты, я бы так себя и не нашел. Так а что за пять лет-то изменилось? Да фермером я стал. От родителей много земли осталось. Овощи, фрукты посадил. Дело пошло. Я понял, заправки это не мое. А тут как по маслу. Душей, знаешь, как-то легко стало. Так, значит, ты на меня не злишься? По совести ты, конечно, урод. Да ладно, живи. Я теперь ни на кого не злюсь. Если бы ты знал, какая у нас там природа. Я там гостиницу отгрохал для туристов. Сейчас вот кемпинг строю. А сюда зачем приехали? Я слышал, ты в наших краях заправку собираешься строить. Если ты против, я это сверну по-быстрому. Да не трясись ты. Заправка дело хорошее. Чужих не хочу пускать. Тебя-то я как облупленного знаю. Второй раз, наверное, меня не подставишь. Давай так. Мы часок-другой сейчас в ресторане посидим. Все дела обсудим. Ну и решим. А? Пойдем. Мы здесь не нужны больше. Ну пойдем, пойдем, пойдем. Ну, значит, Гавриле не было никакого смысла охотиться на Фролова. Вообще, он произвел у меня достаточно приятное впечатление. Кто же тогда? Будем искать и отрабатывать новую версию. Дело-то оказалось сложнейшим, я думал. Значит так, Наташа, для тебя новое задание. Как всегда, деликатное. В офисе Фролова работает твоя родная дочь Нина. Работает с Криташей. Постарайся ее разговаривать. Может быть, она знает что-то важное. Попробую. Попробую. Папа тетя Ларису со своим партнером застукал. Устроил скандал, сейчас имущество делят. Да, представляю, сколько это нервов. Не говорите. На днях такой скандал был. А ты забыл, что я к тебе не с помойки пришла? У меня было 10 миллионов. Где они? Я их все в твои вонючие заправки вложила. Забирай свои 10 лямов и проваливай. Больше не грошей не дам. Сейчас. А давай-ка, мой милый, мы с тобой посчитаем, сколько ты наварил за эти годы. Что наварил все мое. Ты к этому никакого отношения не имеешь. Ты, батья. Гад. Истеричка. Если так, вообще ничего не получишь. Я тебя голой по миру пущу. Пап, мне кажется, тетя Лариса права. Не лезь не в свое дело. Пошла отсюда. Так и что, действительно ваш отец может оставить Ларису ни с чем? У них брачный контракт подписан. Там сказано, что если один другому изменит, то тот останется без денег. Адвокаты у папы хорошие. Все, что надо, докажут. А Лариса действительно изменила? Не знаю. Она утверждает, что ничего не было. Что папа специально все раздул, чтобы от нее избавиться. Ей 40 лет, а его на молоденьких тянет. Ага. И когда суд? Вчера было первое заседание. Да, пап? Хорошо, сейчас приду. Извините, я больше не могу говорить. Меня отец зовет. Да у меня, в общем-то, и вопросы закончились. Единственное, вы не могли бы мне написать адрес, по которому я могла бы Ларису найти. Спасибо. Тем временем Дима выяснил подробности бракоразводного процесса супруга Фролом. Я хотел сказать, что первый этап судебных слушаний Лариса Фролова проиграла вчистую. Похоже, что наш клиент не на шутку разозлился. Боюсь, она правда оставит Ларису ничем. Да, но пока бракоразводный процесс не завершился, она его законная жена. Это значит, что если с ним что-то случится, она останется его наследницей. Я думаю, это Лариса наняла киллера, ну, пока еще процесс не завершился. И наверняка у нее денег не хватило, она наняла дилетанта. Вот он и сплоховал. Наташа, даже дилетант понимает, что убить из травматического пистолета сложно. Но эту версию надо проверять. Мне нужен адрес Ларисы. А, он у меня есть. Ну, а вот информация на нее. Угу. Ну, подъеду я к ней, пообщаюсь, посмотрю, что за дамочка. Насонов подъехал к дому, где снимала квартиру Лариса Фролова. Да, приезжай. Да, прямо ко мне. Я знаю, что могут увидеть, но мне это надоело. Он достал меня, я сама бы его придушила. Все жду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ой. Здравствуйте. А где хозяева? Они в отъезде за границей. Квартиру мне сдали. Ладно, что я звоню, звоню. Никто не отвечает. Понимаете, в чем дело? Я хотел у них эту квартиру купить. И мы договорились, что я приеду посмотреть. Только это было месяц назад. Потом у меня срочная поездка приключилась. И вот только сейчас смог. Извините, ничем не могу помочь. Вы простите меня, пожалуйста. Может, я хотя бы одним глазком гляну? Ну, а то получится, зря ездил. Ну, хорошо проходите. Вы долго? Ко мне сейчас придут. А что это там на потолке? Трещина вроде? Где? Ну, вон, с собой могу посмотреть. Не вижу никакой трещины. Потолок как потолок. Да нет, похоже на трещину. Все, спасибо вам большое. Извините меня. Пожалуйста. С мэна Бориса Фролова совершено покушение. Неизвестный стрелял в него из травматического пистолета. Версия, что преступником мог быть Константин Гаврилин, которого Фролов когда-то крупно обманул, оказывается несостоятельной. В поле зрения детективов попадает жена Фролова, Лариса. Смерть мужа была бы ей очень выгодна. Мы точно не спалимся? Ты же говорила, что меня лучше никто не видел. Слушай, мне уже по барабану. С этим надо кончать и как можно скорее. Ну, кончать-то кончать. Так, едем прямо сейчас к нему в офис. И пусть сдохнет со своими деньгами. Алло, Наташ, я тебе на почту сейчас видео сброшу. Там человек, который разговаривает с Ларисой. Пробей его, пожалуйста, что-то он мне не нравится. Все, давай. Алексей Викторович, я нашла. Олег Романов, 37 лет, предприниматель. И у него криминальное прошлое. Он отсидел три года. Да, Наташ, понял. Алло, Борис Иванович, сейчас к вам в офис ваша жена придет. Да, не одна. Не-не-не, никуда уходить не надо. Я тоже подойду. Лариса? А это кто? Вот что. Хватит над ней измываться. Олег, не надо. Вы? Да. Я частно. Таких, меня Алексей зовут. А у вас-то что здесь происходит? Они хотели меня убить. Господи, какой же ты трус. Да никто никого убивать не собирался. Вот это мой мужчина. Его зовут Олег. Он предложил мне стать его женой. Но, естественно, после того, как я вот с ним разведусь. Олег? Но ты же с Ильей. Я тебе тысячу раз говорила, что не было у меня ничего с Ильей. Сам ты все себе придумал. А вот с Олегом все действительно серьезно. То есть вы пришли сюда, чтобы представить своего будущего мужа? Не только. Я согласна на твои условия. Верни мне мои 10 миллионов, на остальное я не претендую. Но процесс уже идет. И я его выиграю. А может быть, есть смысл согласиться? Это все-таки ваши условия? Да, но ты мне все-таки изменяла. Да какая разница теперь? Ты ее не любишь. Я ее люблю. Золотые слова. Может быть, и правда все решить мирно. Хватит уже скандалить. Хорошо. Я согласен. Вот и прекрасно. Я надеюсь, что никогда больше тебя не увижу. Пойдем, Олег. Ну, в общем, все мимо. На момент нападения на Фролова у Олега твердое алиби. Я это выяснил. И вряд ли бы Лариса привлекла к этому делу постороннего человека. Получается, Лариса тоже ни при чем? Я уже начинаю думать, что это дело рук какого-нибудь сумасшедшего. Вообще все это нападение попахивает какой-то театральщины преступника, как будто вообще на показ действовал. Ну, тогда это очень странный преступник. А никто не говорил, что он обычный. Значит так, начинаем все сначала. Мне нужен список всех сотрудников офиса Фролова. Хорошо. Ой, извините. Да ничего, ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. А романтичная у вас здесь обстановка? Да. Там, где Нинка, всегда романтика. А что такое? Да, а что? Она всем подряд нашей вешается. Доброе утро. А Борис Иванович у себя? Да. Андрей вам на меня уже насплетничал? Андрей это вот тот парень с спринтером? Он наш компьютерщик. Хороший парень, но характер тяжелый. А почему он должен был насплетничать? Да так. Может быть, помочь? Нет, спасибо. Доброе утро, Алексей Иванович. Вот вам. Спасибо, Ниночка. Кофейку не хотите? Нина вам сейчас организует. Да нет, спасибо. Я хотел о деле поговорить. У меня через полчаса важная встреча. Ехать надо. Может, в машине поговорим? Ну, конечно, можно и в машине. Поехали. Я хотел бы, чтобы вы рассказали мне о своих сотрудниках. Обо всех? Ну, давайте начнем с тех, кто, может быть, вами недоволен. Есть же такие? Есть. Что, Саня, вам плохо? Машину останови. Тормози, я сказал. Через некоторое время Алексей Викторович позвонил знакомому следователю, чтобы узнать, к какому выводу пришли эксперты. Угу. Все, я понял, спасибо. Да, я подъеду. Какие новости? Ну, как и следовало ожидать, кофе, который выпили Фролов и Павел передвезом из офиса, на самом деле было отравляющее вещество. А они живы? Ну, да. Скоро отвезла их в больницу. Им сделали промывание, но опоздать скорую минуту на десять все могло быть гораздо хуже. А кто готовил этот кофе? Нина, дочь Фролова. Ее сейчас как раз допрашивают в полицию. Нина пыталась отравить своего отца? Зачем? Ну, есть версия, что она хотела денег, свободы. А Фролов держал ее при себе, платил грошовую зарплату. Но это же не повод, чтобы отравить родного отца. Я тоже так думаю. Ладно, я в полицию. Как они могли подумать, что это я папу, а Пашу? Я же люблю его. А Павел всегда с вашим отцом в офисе кофе пьет? Да, папа его уважает. Говорит, что Паша очень надежный и умный. Вы не смотрите, что он простой шофер. Паша за очном в институте учится, скоро диплом получит. То есть ваш отец не возражает, что Павел за вами ухаживает? Нет, конечно. Он даже хочет, чтобы мы поженились. Говорит, что Паша образование получит, и он его в долю возьмет. Ну, это хорошо, когда отцы и дети понимают друг друга. Вы не думайте, так не всегда было. Полгода назад за мной Андрей ухаживал, так папа его терпеть не мог. Андрей, это вот тот самый компьютерчик. У нас дело даже до ЗАГСа дошло. И тут Паша появился. И что? Мы уже в ЗАГСе стояли, надо было расписываться. Я ручку взяла, а рука дрожит. И тут Паша из толпы крикнул. Нина, что ты делаешь? Ты же его не любишь. У меня будто внутри что-то задрожало. Я фото сбросила и убежала. Представляю, какой стресс для Андрея был. И не говорите. Он будто с цепи сорвался. Прямо в приемной разборке с Пашей устроил. Стой, оставь ее в покое, шоферюга недоделанная. Она моя. Она сама меня выбрала. Ты ее соблазнил, гад. Что вы делаете, идиоты? Да мы ничего, поговорили по-мужски. Тьфу! Так я и знал. Сдрейфил. Иди ты, а то вся контора на шум сбежится. Так Андрей Павлов так ничего и не ответил? Нет. Андрей в папиной фирме на птичьих правах. Давно бы уже оттуда вылетел, но папин друг за него просил. Андрей его племянник. Понятно. Присаживайтесь. С той стороны. Ну, как вы себя чувствуете? Ничего. Уже лучше. Сегодня дома отлежусь. А завтра с утра на работу. Дело не в проворот. Вы знаете, у меня к вам будет просьба. Вы должны мне подыграть. Подыграть? У меня появилась одна идея, я очень хочу ее проверить. Интересно. На следующий день Фролов, следуя указаниям детектива, вызвал к себе Андрея Пименова. Борис Иванович, звали? Да сам в шоке. Дочь мне только вчера сказала. Папа, мы с Пашей уже месяц как подали заявление. Так что завтра расписываются и сразу уезжают. У меня тут неподалеку филиал открывается. У Гаврилина. Помнишь такого? Хочу, чтобы Паша его под свой контроль взял. Борис Иванович, звали? А, да. У меня компьютер завис, но потом ничего, заработал. А ты чего такой? Да так. Дядя ночью умер. Ближе к ночи водитель Павел Горюнов возвращался к себе домой. Эй! Чего тебе? Ты? Я. Ну и что? Стоять! Отпустили меня, он прикончил! Ну что, Алиса? Не, поехали в офис к клиенту. А я? Ты давай с нами. Я вообще считаю, что второй раз родился. Поехали. Надо было мне сразу догадаться, что главная фигура во всей этой истории – это не вы. Как это? Конечно, Андрей вас тоже ненавидел. Вы же были против его брака с ними. Но убить он хотел именно Павла. Я его ненавижу. Ну, конечно. Павел у него невесту украл, можно сказать, из-под венца увел. Но стрелял-то он в меня? Если бы он с самого начала стрелял в Павла, его бы сразу вычислили. Слишком прозрачный мотив. Ему нужен был какой-то отвлекающий маневр. Вот он и решил сделать так, что охота велась как бы на вас. В общем-то, ему это удалось. Я был уверен, что меня хотят прикончить. Ну, на это был весь расчет. Вы фигура заметная, у вас бизнес, у вас враги есть. Кто бы мог подумать, что все это организовано только для того, чтобы убить вашего водителя. То есть, это не Паша, а я вчера попал под раздачу. Ну, да. Когда Андрей посчитал, что почва для преступления подготовлена, он решил нанести решающий удар. Вчера, когда Нина отвлеклась, он в кофе добавил отравляющее вещество. А погибнуть должны были вы вдвоем. Вы и Павел. И, конечно, следствие бы посчитало, что покушение организовано именно на вас. А Павел погиб случайно. Я еще Нинку хотел посадить. Все знали, что она кофе наливала. На нее бы и подумали. Ее-то за что? А ты что, не понимаешь? Да, все здесь все прекрасно понимают. Дядя-то у него на самом деле умер. Остался ты без надежд, без связей, без перспектив. А тут еще узнал, что Павел с Ниной женится и уезжают. Извини. Пришлось кое-что сочинить. Так это что, не правда? Ненавижу. Всех ненавижу! Андрей Пименов приговорен к шести годам лишения свободы. Нина вышла замуж за Павла, которому Борис Вролов, как и обещал, передал часть своего бизнеса. Продолжение следует...